В конце IV века, когда Западная Римская империя страдала от бесконечных внутренних расприй и внешних угроз, появился человек, который мог обещать ей исцеление. Его имя было Порфирий. Порфирий родился в богатой и влиятельной семье. Он был умным и амбициозным, и его отличали необыкновенные ораторские способности. Благодаря своему интеллекту и проницательности, он быстро поднялся по военной и политической лестнице, став при этом любимцем народа. Его неукротимый дух и решимость победить любую трудность внушали людям веру в лучшее будущее. В 395 году, после гибели последнего императора, Порфирий был провозглашен новым правителем Рима. Его первыми делами на посту были реформы армии и проведение широких административных изменений. Он стремился вернуть Риму его былую славу, веру и единство. Однако те, кто видел в его реформах угрозу своей власти и привилегий, стали бунтовать. В результате, в Риме начались внутренние противостояния, которые Порфирий старался урегулировать мирным путем. Однако, беспорядки продолжались. Тем временем, внешние враги Рима, в особенности вандалы и готы, использовали эти внутренние раздоры, чтобы усилить давление на империю. Они начали наносить серьезные удары по границам Рима, угрожая столице. Несмотря на это, Порфирий не отчаивался и продолжал борьбу за стабильность и обновление Рима. Он постоянно был на передовой, ведя свои войска против врагов. В то же время, он стремился укрепить мир внутри империи, исходя из принципа справедливости и равенства. В 410 году, распространяющиеся внутри Рима распри достигли своего пиха. Чтобы преодолеть разобщенность, Порфирий сделал решительный шаг, он объявил о прекращении гонений на христиан и предложил новую, более умеренную форму вероисповедания, стремясь объединить население империи под одной религией. Этот шаг вызвал смешанные чувства среди народа, но в конечном итоге привел к обновлению веры и единства. Рим начал медленно восстанавливаться, а Порфирий, несмотря на все свои трудности, продолжал верить в светлое будущее. Впоследствии, имя Порфирие стало символом упорства и веры в возрождение Рима. Его история служит напоминанием о том, что даже в самые темные времена можно найти свет надежды и единства.